Царский адъютант Ваейков, как и раньше, рекламировал углекислую куваку из собственных минеральных источников. Кшесинская крутила 32 фуете перед ранеными в госпитале своего имени на 20 кроватей. По Невскому неслись огненные рысаки, взрывая комья пушистого снега, а в витрине у Елисеева лежала свежая клубника. Последним капризом моды стало дамское манто из шкур леопардов, и дорого, и жутко. Жизнь была чертовски хороша. Ресторан «Астория» под управлением элегантного Луи Терье обещал в скором времени стать связующим центром русско-французского альянса. Академия художеств снизошла и до футуристов, предоставив им свои залы для размещения новейших шедевров, составленных из колечек колбасы, коробок от пудры и собачьих хвостов, отрубленных у бродячих шавок. Иван Степашкин недавно выставил свою обнаженную фрину перед судилищем, явно стащив идею картины у покойного Семирадского. Нет, в мире ничего страшного не произошло. Трансатлантическую линию по-прежнему обслуживали быстроходные левиафаны «Царь» и «Царица», каждые 12 дней выходящие в Нью-Йорк из Архангельска. А торговый дом «Абюсон» по традиции приобретал у петербуржцев старинную мебель, ковры и посуду. Графиня Лаваль распродавала в Петербурге, ставшем теперь Петроградом, участки унаследованной земли и парки. Рубинштейны, Манусы, Симоновичи охотно скупали барские особняки, платя за них миллионы. На маниже цирка «Модерн» собачки Дурова описывали столбик, на котором было начертано «Берлин». Энн Еврейнов выпустил скандальную книгу «Театр для себя». Рысисты и бега работали, конкуры продолжались, танго уже танцевали, хотя танец этот и не считался приличным. Среди красавиц особо ценились женщины стиля «вамп» с гладкой прической, закрывающей уши, с длинными шеями, холеных гусынь, с громадными ртами, способными чувственно укусить мужчину сразу за кошелек. Продажа спиртного была запрещена, но в ресторанах умудрялись загримировывать водку под чай и подавали ее в чайниках. Процветало искусство мелодекламации, много печатался Николай Огнивцев. «Длина, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь такса, за ней шагает хмур и строг, законный муж ее — бульдог». В современной культуре писали тогда немало грубейших парадоксов. Главная из них — война. Но оставим сегодня войну. Я хочу сказать совсем о другом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова